Всем привет, ребята, с вами Тричанты, да, это новый выпуск Супер Амамы. В тот выпуске участвует Илона из проектов Эксы. Ребят, если вы вдруг еще не смотрели предыдущий выпуск, либо на Илону, либо на маму блогерша, ссылочки есть в описании. Посмотрите, потому что сегодня у нас третья мама. Прям чудо-женщина, чудо-жена и чудо-мать. Короче, лучшие из лучших. Посмотрим, как же живут, в общем-то, примеры для подражания. А как посмотреть этот выпуск, не забывайте переходить на мой лайв-канал, потому что там, ребята, выходят. Очень крутое шоу, я вешу 300 килограмм. Я думаю, что многие уже оценили, а если вдруг ты еще не посмотрел, то на моем лайв-канале можете сделать после обзора. Ну что, ребят, мы начинаем. Давайте немного освежим память. Это проект Супер Мама. Всего дня за умренный титул смагается Матузь из Харкова. А самое, залез на мама Илона. Бэлла. Ссылка в описании. Я мастерство от Пауэрлифт. Яка виховує свою півторарічну доньку по-спартанське. Если она упала, я за нее не буду, не поднимаю, не жалею ее. Роскута мама блогерка Таня. Яка заваливает до женщин подорунками. Я мисечку свою залюбливаю. Да, у нее до хрена всего. Побольше, побольше, побольше. Берегиня домашнего вогнища Люда. В моем приоритете это довольный муж и счастливый ребенок. Почк мужчине лежит через желудок. И мама трех принцесс. Марко, на финалочку, да? Матуси должны хорошо выглядеть, должны быть встроенными, подтянутыми. Поэтому после 6 часов вечера они ужинают йогуртом. Матуси уже з'ясували, чому залезная мама Илона прагне бути такою сильною. Мне разломали череп с двух сторон. Я инвалид. Я ***. Это пенец. А также, чому розкута мама блогерка Таня щодня задарює дитину дорогими играшками. Жизнь такая была. Я была самым нелюбимым ребенком. Я донашивала брата веси. Меня постоянно избивали. Ну что, давайте ознакомиться с третьей мамой. А зараз делегацию всех заставляет. Мама господиня Люда. Привет. Куда ты еще торт отжрешься? Меня зовут Люда. Мне 21 год. Я заканчиваю университет. Я учусь на менеджера на заочном отделении, так как у меня маленький ребенок. Ей год и 6. Ее зовут Ангелина. Я нахожусь с этим ребенком 24 на 7. Я посвятила ей всю себя. Всю себя? Ангелин, садись. Будем кушать с тобой вкусную кашу. Я теперь жрю ради ребенка. Сейчас я ложку обрежу только. Я что, ты не понял, кто жрет ребенок или ты? Садись, будем кушать. Ааа, самолетик. Оп, не залетел. Для мамы кашу есть у них? Но она же вкусная. Я что-то ни хрена не понял фокуса. Идем, будем кушать. А по факту она сидит и жрет перед ребенком? Мой ребенок разет не по годам. Потому что она уже в свой возраст может есть сама. Она мне помогает убирать. И это все благодаря методике Монте-Сори. Это такая методика, по которой мама может воспитывать ребенка в произвольном графике. Если ребенок сейчас не хочет этого делать, он этого сейчас не будет делать. Надо сделать с ним потом, когда ребенок захочет. То есть это больше, я бы сказала, игровая форма. Собираем бургер, давай. Булочка. Капуста. Сырочек. Я хранитель сосеменного очага. В моем приоритете это довольный муж и счастливый ребенок. Жена не должна зарабатывать. Для этого нужен муж. Зачем тогда он вообще существует в нашей жизни? Короче, ребята, будет раньше. Как говорят, что путь к мужчине лежит через желудок, этим я и взяла своего мужа. Да у тебя видно тоже путь лежит через желудок, не только к мужу. Я ему готовлю борщ с помпушками и салом. Макароны, котлеты, салаты всякие разные. Печеночный торт. Кебаб с картошкой по-селянски. Если он хочет какое-то блюдо с ресторана, он мне просто скидывает название. И я пытаюсь сделать, например... Если он хочет блюдо с ресторана, то мы не покупаем и не идем в ресторан. Я просто сделаю то же самое. Кожа, чтобы муж хотел идти домой, а не куда-то налево. То есть если в ресторан ходишь, то ты куда-то налево только, да? Дай ему, Люда уже розкрытиковала кулинарные таланты Тани. Таня это, скорее всего, печенье купила. Вряд ли бы Таня что-то бы готовила. Ущент рознесла хозяйновый тис супернес. У нее не квартира, а сарайчик. Ну, минулый, базовый и выхование. Если она бежит просто от упала, я не реагировала изначально. Нужно хотя бы ребенка до трех, до четырех лет оберегать, лелеять. А это неадекватное воспитание. Ну, может, посмотрим. Сейчас ребята нас научат, как жить правильно. А еще не покажет суперницям, как нужно готовить, готовить, приготовить и выховывать детей. О, конечно, готов записывать. Куртиру с пустым желудком. День не ела на кефире, потому что знала, что будет пир на весь мир. Потому что Люда охранительница очагов. Холодильника, кухня. Привет. Привет. Привет, Ули. Проходите, разбивайтесь. Людочка. Ой, ты моя зирочка. Она была одета неопрятно. Как будто бы она там огород переполола. Может быть, она не видит адекватно себя со стороны, да? Как она выглядит в этих лосинках, которые облепливают ее полностью. Ты что, не замечающая сексуальную фигуру? Ну, уже не стоит так ходить. Ну, нужно как-то стараться это скрыть. Привет, Кизя. Как тебя зовут? Ангелина. Ребенок хороший. Глазастенькая, хорошая девочка. Ложка в ладошке. Веселые прогулянки. Как пахнет у тебя здесь? У меня потекли слезы с глаз. Отвратительный запах. Чат, дым, запах перепаленного масла. Это не пахло едой. О, да, не люблю этот запах. Чем вонят, рассказывай. Сейчас зайдете, все увидите. Я девочек встречала с распростертыми руками. Я им всю ночь готовила, старалась. Ух ты, нихрена себе. Помяну накрыла. Булочки. Это на ночь стояла, готовила. Вам пушки? Что ты это делаешь? Гостеприимная ты моя. Она готовила, значит, борщ, вареники, печеночный торт. Поставила им водку и вино. Блин, тихо. Это застолье. Девочки, присаживаемся. Попухаем. Попухаем. Нафиг та супермама ей, да? У меня аж уши покраснели от жиров. Ну, ППшка тут не пахнет, это правда. Это вкусно для кого-то, но... Непонятно, то ли свадьба, то ли поминки. Будто бы я вернулась на 20 лет назад, поехала к бабуле, вот, опять какой-то сосед умер. За встречу, девочки. С утра пораньше накатить. Так как утром пьют либо дегенераты, либо аристократы, Люда, по-моему, аристократ. Перед обедом нужно выпить 100 грамм для аппетита. Это что за закон алкоголиков? Пока не выпью, аппетит не пойдет? Я накрыла вам только стол, потому что я уверена, что в дальнейшем мы вряд ли у кого-то что-то поедим. Что это за намеки? Когда мы на первой встрече встретились с девочками, я поняла, что они едят одну траву, потому что они выглядели, как дохлые эти креветки. А ты прям... Борщ, пендец жирный. Борщ, я реально хочу салфеткой промахнуть. Майонезе усет. Был майонез такой, был майонез другой, был майонез с грибами. Еще майонез, майонез и майонез. Можно я вот сейчас прошу? Очень много мазика. Это зраза. А что вы не в жиру чешу? Я думаю, ты простишь, можно? У меня руки чистые, я помыла. Ёпсель, дропсель, бля, так с них капает. Видишь? И руки, ты видишь, они ну все в жиру. Зразы были красиво выложены. При этом она сделала просто из них какую-то большую лепешку. Это было не сильно мне приятно. Она решила тебе показать. Ну реально, Людок, перебор. Перебор с жирами, перебор с мононезом. Ну я не считаю, что это плохо. То он идет как бы как для красоты. Майонез для красоты? Декор, блядь. Ну я считаю, что это откровенно. Что оно несет? И есть не стало. Я была в диком, вообще, шоке. Я не хотела, я тут, ей-богу, не хотела. То есть многие майонез, как бы, если кладут тут для вкуса, но некоторые для красоты. Я смотрю, вы ничего не ели. Я пыталась поесть борщ, но... Он жирный, да? Мне, конечно, не сильно приятно то, что вы ничего не поели. Это бабушка, знаете, когда к бабушке пришли, не поели. Что ты ничего не поела бы? Очень, очень жирненько, при всем уважении, но нет. Девочки, я до часу ночи стояла, готовила, старалась. Твои проблемы. Мы просто все обосрали. Можно было попробовать ради хотя бы уважения. Ты людей сама не уважаешь. Девочки, я вам скажу так, что такое еду, мы едим каждый день. Если вы жрете свою вот эту травушку, ешьте, пожалуйста, дальше. Идите вы в сраку, короче. Мне все не нравится, пожалуйста. Каждый день. Все. Наши батьки припускали безліч помилок у харчуванні лише тому, что у них не было відповідных знаний. Але зараз у вільному доступі є купа информации про те, что корисно, а что нет. Судячи з меню люди та и... В ней живет бабушка. ...и агресивною поведінки, вона свідомо повністю игнорує будь-яку информацию про здоровое та сбалансоване харчування. Сподіваюся, у цій родині хоча б дитина має нормальний раціон. Нет. Схерена ли это будет, чтобы она питалась так, как хочет, и муж, а ребенка она будет кормить правильно? Нет, тем же самым ребенком и кормить. На день у плиты стоишь? Сколько времени занимает вот эта вся х**а бесконечная? Девочки, я могу сказать, что я это готовлю для своего мужа, для своей семьи, я вкладываю в эту душу, пусть это будет целый день. Но у меня муж приходит, он ест, он сыт, он доволен. А ты малявку кормишь вот этими зразными всеми в жару? Майонез. Она у меня ест печеночный торт. Ну то есть ест. Горщ. Вареники могу ей дать. В смысле? Людочка, ладно, ты у нас оверсайз. Ты малую хочешь вот такой оверсайз еще сделать? У меня дочка в год попробовала первый раз сало. Оно ей очень сильно понравилось. Это естественная природная еда, которая ему нужна для организма. Если у вас дети дистрофики, то это уже ваши проблемы, у меня ребенок растет полноценно. Карпачов вставляет. Наши пращуры действительно давали немовлятам сало, но у якости смокчика. Холодный шматочок сала допомагал втамувати бель у час, когда у дитини ризались зубы. Может, Люда запозичила цей лайфхак из исторической литературы? Девочки, я кормлюсь. Ну, понимаешь, да, Карпачов сказал? Ну, раньше, сейчас есть игрушки грызуны, когда зубы лезут, а раньше давали просто большой кусок сала, который ребенок не может, оно же резиновое такое, если большим куском дать, его же не оторвешь. И будешь все время надавливать его, как игрушки. Чтобы не болею десна. Может, мы подождем? Блин, ну, к тебе пришли гости, а ты за столом берешь сиську, вываливаешь. Ну, я сейчас винишко с утра пораньше сожрала вот это все действо и дала сиську. Ну, ты... Ну, как-то аппетит это особо не вызывает у взрослого человека, вот. И хрен с ними. Где я хочу, там, в торговом центре, в парке, либо же это будет... Вот ее, в общем-то, и девиз по жизни. И вообще мне на вас насрать, и хрен с вами. На улице. Это естественное природное явление. Вот ты при муже своем. Ну, природное явление, сексом заниматься. Поэтому идешь в парке, захотел пожахаться, взял такой... Так, наклоняйся. Это природа, бля. Собака, можно мы что, хуже собаки или что? Я при нем могу кормить? Ты не думаешь, что у него не встанет? Ну, это уже, по-моему, не твои заботы, встанет у него или нет. Если вы креветки без сисек, завидовали моей груди, то завидуйте, пожалуйста, молча. Сколько Ангелине сейчас? Год и шесть. Год и шесть. А до какого возраста ты планируешь ее кормить? Я планирую ее кормить хотя бы до двух. Какая цель? Зачем кормить ее до двух лет? Она сама не хочет просто от нее отказываться и все. Я ее отучала, мы пробовали отучать. Она не хочет просто вот ей, мамина грудь, важнее там поесть тарелки борща. Грудь это больше как успокоительный процесс, когда ей там плохо, что-то беспокоит. Она взяла грудь, она успокоилась. Грудь это очень дискомфортно. Она не знает, как отучить. Малая истерика и долбасит. Она ей сиську в рот скинула и ей так легче. Просто характера нет. Карпачов, наваливай. Советская Организация Охороны Здоровья рекомендует разом с дорослой ежей продолжить годовать дитину грудным молоком до двух лет. Да, но... Тому комментарии мам – это их субъективная думка. Ну а что ты не сказала то, что просто сиська успокоения такой себе вариант? Димон, ты это в других выпусках говорил. А, это были другие сезоны, а здесь он типа еще до этого не дошел. Да, что типа сиська а-ля как успокоение не самый лучший вариант. Ты всегда была в излишнем весе или же ты когда-нибудь худыхой была? Нет, мы когда познакомились с моим мужем, я была намного худее. И весила где-то около 65. Ну, меньше было. Два скада скай, два соска. Потом, когда мы с ним начали встречаться, уже я переехала к нему, и он сказал, я вот хочу есть, так как меня мама кормила. В основном это макароны. Это, например, котлеты с кашей и пирожки. Традиция – жрать. Ну, это мамке ей навязали. Еда – это хорошо. Муж должен быть накормлен. Здоровый был, большой. Все идет через желудок у мужа, а не через желудок, мои хорошие. Не через желудок. Как мужик скажут, что да, еда – важно. Но да, есть другие моменты тоже. Это наш свадебный альбом. Ой, мне аж интересно. Мне кажется, это сейчас худее даже, чем на… На свадебе она была золушка, которая очень сильно хотела выйти замуж, съела мачеху, съела двух сестер, съела карету и туфельку. У меня больше в лицо ушло, чем в другие места. Ой, 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 в лицо ушло. Людочка, ты давно проверяла свое гормональное здоровье? Гормональный сбой у меня начался еще три года назад, ну, по интимной жизни. Поэтому уже, если есть какой-то сбой, что-то пошло не так, питание твое, оно влияет. Зачем? Возьми еще одну сразу. Вообще насрать. Ты хочешь поговорить о гормональном сбое, я тебе расскажу. У меня муж был первый в половой жизни. Поэтому у меня произошел гормональный сбой. Поэтому я… Как это связано вообще? Муж – первый гормональный сбой. Где логика? Отправляюсь. Все? Вы закончили тему? Ну, мы же все прекрасно знаем, что люди… Кость широкая, гормональный сбой и стандартные отмазки. Людочка, ну вот смотри, наготовила столяку. Убираешь домик. Когда ты уделяешь время ребенку? Я своего ребенка развиваю по методике Монте-Сори. То есть, если вот она сейчас, допустим, не хочет кушать, ты поешь попозже, но я ей сильно ничего не заставляю. Не хочешь, ты что-то делай, ну, не делай, без проблем. Я тебе скажу методику лентяев. Ребенок что хочет, он все самое делает. Это для таких самых расслабленных мамаш. Это методика Монте-Сори. Идемте, я вам тогда покажу, для каких лентяев это вообще методика. За методикою Монте-Сори дитина сама пізнає світ и с маличком учиться самостейности. Садочки школи Монте-Сори продумані до дрібниць. Від зонування простору і до набору іграшок. А ще з детьми завжди є педагог, який їм не заважає, а тільки допомагає, якщо треба. Девочки, присаживайтесь. Як це все втілила в себе вдома Люда. У меня ребенок развит не на свої годи шесть, ну ближе к двум годам. Что это значит? Расскажи. Она у меня может, вот я, например, готовлю, она может со мной там какую-то кастрюлю взять, что-то пробовать туда положить. Не я наливаю воду, она тоже там супить, что-то там. Да, это нормально. И что? Это типово для многих мам перехвалювати своих детей. У меня ребенок особенный. Таким чином, вони самостверджуються самі. Дивіться, якая хороша мама. Хочу наголосити, рано чи пізно дитина помітить, що окрім мамы и тата нею більше ніхто не захоплюється і почне сумніватися в тому, наскільки можна… Да. Что-то как-то ніхто не замечает мою особенность. Доверято словам батьки. Вот в чем все-таки вот то, что ты говоришь, развитие не по годам? Мы сейчас встречаем с ней цвета. Она пальчиками показывает, вот к примеру, а покажи желтенький. Где желтенький? Покажи, котенок. Желтенький на уточке. Где уточка? Покажи. Смотри, а ну покажи, где мишка, а где тигр пальчиком? Где тигр? Тррррррррррррррр. Ангелина. Ангелина. Короче шел 12 час. Мы искали тигра. Она у нас такая, что может просто сейчас не хотеть, а через время она захочет. Монте-сори, да, получается. Да. Это мне методика, но ты слышала методика. Хочу, не хочу, буду, не буду. Да не знает она никакой-то системы Монте-сори. Сори, сори. Конечно, удобно пустить все на самотек. Но при этом оформив это в красивую упаковку методики Монте-сори. Дуже багато мам свои педагогичные провали прикрывают якимось выкриванным сприйняттям методики Монте-сори. Мовляв, это не я не могу причитать детину до дисклина, это я развиваю счастливую особистість, не обмежуючи ее ни в чому. Насправді метод Монте-сори – это серьезное освитение методика, за которой работают дошкельные и школьные учреждения. И выкладывать такую методику правильно, без специальной подготовки, неможливо. А то, что мы видим у людей, нет с этим ничего общего. Серьезно занимается сама собой. Девочки, у меня *** ребенок. Если она сама захочет, она возьмет вам и покажет то, что она умеет. Мой ребенок не обязан плясать под вашу дудку. Смотри, малышка в год и шесть уже должна нормально различать цвета. Она должна уже нормально зверей различать. Она должна уже все понимать. С этого возраста нужно заниматься активно ребенком. Было ощущение, что люди становились плохо и надо было выйти. Людочка, ты вот сидишь в декрете, как по мне, ты не сверх внимания уделяешь малышке. Просто, ну вот, понятно, готовка у тебя, уборка. Но ты не занимаешься малявкой, так как говоришь. Как мы поняли, папа обсирал его других. Для одного ребенка игрушек это перебор. Она моя харизматичная обезьянка. Я просто ***. И у нее должен быть ребенок гений. Конечно. Дем, я этого вообще нигде не увидела. Хорошо, но не вам же мне со мной жить, блин. Судить как бы как мне. Ты все равно топишь за то, что она сверхразвитая. Ну так придите в другой день, блядь. Я вам покажу, как она реально развита. Ну какого хрена ты там, блядь, тут сидеть, блядь. Боже, как она матерится. А как ты при малявке материшься? Нормально. Это по методике Монте-Сори. Людям должно быть неприятно, что она так себя ведет. Я же вела себя достойно. Это ***. Ты сейчас станешь и выйдешь с квартиры моей. Еще одна. Это ненормально. Я же говорю, блядь, нашли двое. Что, Илона, что вот это, блядь? Идите и 24 часа пытаться просто меня бесконечно хейтить. Придите в другой день, ***. А зачем нам был сегодня день? Давайте придите ко мне через полтора года, когда я сделаю ремонт и по моему кастрюлю. Ну так придите через полтора года, ***. Я куплю машину, ***, частный дом, ***. Ты понимаешь, ты сама себе сейчас вот роешь яму. Вот это мне не нравится, ***, где с моей хаты, блин. Моя хата твоя не рада. В чем проблема, дожди. Жесть. Какая жесть. Лучшая защита – это нападение. Она напала на меня. Я от Людка такого не ожидала. А я ожидал. Людочка, серьезно? У тебя есть характер? Еще какой? Я вижу, ты сверхъестественно сама развита. Очень. Да потому что меня просто это начинает бесить. Да ну понятное дело, что тебя начнет бесить. Нет просто вот той вещи, которую ты пытаешься нам доказать, что она у тебя сверхразвита. И просто в момент вранья. Если ты сказала, у меня нормальный ребенок, который развит на свой год, мы тут сидели, все бы молчали. И просто на это смотрели, еще бы похвалили тебя. Ну давайте я приду сейчас к кому-то из вас троих сяду и буду сидеть и кудахтать. Так и делала. Что курятник у меня дома. Ой, да ладно. В смысле? Ну чего ты нас обзываешь? Людочка нам показала. Куры, блядь, заткнитесь. Ну честно, как бы на меня люди не нападали, я их курами не обзываю. Молодец. Ангелин. О, это она показала. Я просто видела, так достаточно жестко ее отдергивала. Да. Очень даже. Это на камеру. А я ее просто от груди отталкивала, потому что она лезет прям... Опять сиськи. Зачем ребенка кормить грудью, но при этом отталкивать ее от груди? Ну, подожди, у тебя методика Монте-Сори. Она все делает, когда ей нужно, как ей нужно. Она у тебя на естественном грудном вскармливании, пока она, естественно, сама не захочет отлучиться. Но потом ты ее отталкиваешь. Особенно баба. Что сказать? Все, Windows завис. Бля, что же его такого-то ляпнуто? Жесть. Короче, понятно, что ничего не понятно. Люда поводится дуже непослідовно. То вона говорит, что угодует с вимогой, то вычтолкует дитину от грудей. Такая нелогичность дій очень шкодит дитине, адже вона не может зрозуметь закономерности маминых вчинок и просто відчувает себя незаслуженно ображеною. Да, какой ужас. Может, релизия покаже маму-господиню с найкращего боку? Вы можете посмотреть и кухню, и комнату. Мне нечего бояться, ну, как бы, так, как я хозяйка. Можете проверить все. Вставайте. Что ж? Яки шокуючи знахідки чекают на матусь у головной господині проекту. Ну, в жиру все. Ну, это не передать. Это накоплено месяцами. Фильм ужасов. Чисто там доме? Та что насправді Люда хоче приховати під товстым шаром жиру? Он меня стесняется просто. Я тебе такого не говорил. Да ты что? Мы занимаемся сексом при выключенном свете. Я шо говорил, в темноте, обеззнать. И ты что, блин, еще и желательно одеялом все накрыть. Он меня не хочет видеть. Я не хочу на эту тему говорить. Что это такое? Я не понимаю. Робот-то, робот-то. Людочка будет еще толще, 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 толще. Еще несчастный, несчастный, несчастный. Окей, продолжаем дальше. Вы можете посмотреть и кухню, и комнату. Будет весело. Мне нечего бояться, ну, как бы, да, как я хозяйка. Можете проверить все. Ой, ой, бля. Знаете, вот ты, блин, я королева, я лучшая. Я вообще вам... Вы мне никуда не годитесь, еще даже в подметки. Ой, бля. Обсырается и обсырается. Жир, жир. Да. Ну, грязно, пыльно. Видите, какие-то тут волосы. Посмотрите, вот волос там валяется. Она целыми днями сидит дома. Детская должна быть, ну, вылизанная. Вот эта вот штука тоже жирная. Ну, да, ну, все жирненькое, все грязненькое. Просто, ну, серунец. Покажите киты. Вот наша кухня. Так. Я была уверена, что там все чисто, все аккуратно. Потому что человек, который ставит еду в культ, как бы должен этот алтарь еды содержать в чистоте. Угу. Погоди. Грязные ручки. А? Жир. Угу. Угу. Сейчас дотрагиваюсь. И оно вот все пропитано. Липкое, да? Жиром. Ну, в жиру все. А ну, это не передать. А там просто свинство и грязь. Вот еще раковина тоже грязнючая. А губкой тут реально можно? Это и губкой мыть посуду. Сказать, что это был шок, это ничего не сказать. Вот, посмотри, вот, все эти потеки. Ну, все грустно. Жрет, жрет, жрет. А помыть? Все очень грустно. Вон, смотрите, как в жиру хлебница. Так, это хлеб с маслом. Такое ощущение, что мы пришли не к людям в гости, а в жир какой-то. Фильм ужаса, Влади, он жир медленно поглощает всю квартиру. Торт? Что тут? Нет, ну, холодильник это пи***. Во-первых, грязно. Во-вторых, почему не накрыты продукты? А зачем? Печень. Вообще, все продукты должны находиться в садочках либо крышечкой накрывать. Гляньте. Бля, твою мать, господи, оно все еще потекло, бля. Пожалуйста. Какой ужас. Это накоплено месяцами, такая жряка. Времени реально, девочки, на кухне проводится много, потому что там стоит телевизор. И интересов там, кроме посмотреть телевизор там и потоптать бутербродик какой-то при этом, но у человека других нет. О, господи, нет, только не эти пакетики. Эти все верующие люди, которые держат пульт в пакетиках, я не знаю, что... Это культ пакета. Это культ бабушки, а не пакета. У меня бабушка так постоянно делала. О, боже мой. Какой-то отдельный, может, клан у них такой. Я знаю, у меня дедушка так делал. У меня бабушка так делала. Это ужасно. Давайте снимем и выкинем. Бля, какой ужас. О, жесть. Боже, он литкий. Это была х**а. Ну давай уже. С него можно было, если бы закончилось масло, выдавить и накапать на сковородку, можно было бы 4 котлеты пожарить. Вот так он и внутри весь литкий. Рыжий от жира. Бля. У него должно было быть суперчисто в доме. Я у себя в квартире, в общем, убираю 2 часа. Заметно. Может, даже и час в месяц. Она врет нам. Ну, откровенно врет. То есть, ну, мне было... Я же поэтому так сказал в предыдущих выпусках. У нас, когда приходят домой убирать, этот день уходит. Каждую неделю. И то, это же вот такая вот уборка. Не прям, что вылизывается именно там, я не знаю, там... Не, ну хотя хорошая уборка. А-то 2 часа, говорит, убирает. А х**а там убирает 2 часа. Это неприятно. Люда засранка и врунишка. Идем разбираться и пусть объясняется. Это надо уметь засрать пульт в пленке. Даже внутри. Это высший пилотаж. А Люда тем часом уже вклала доньку спати и готует до ревизии спальню. Так, Люда, мы к тебе. Что за х**а? Я в кухне, можно спросить, пожалуйста? А что там не так? Я ожидала полную чистоту, так как ты говорила на знакомительстве, что ты хранительница очага. Ну, я же готовилась все-таки к вашей встрече. Год. А-а-а. Ты реально готовила, блин, и это все делала? Люд, там не чисто, вот в течение года где-то так точно не убиралась. Девочки начали на меня гнать за кухней. На эту кухню я готовлю постоянно. У меня, в принципе, не должно быть чисто. Я еще девочке занимаюсь, пеку торты на заказ. На день рождения деткам. Людка вскрылась как бизнесмен. У меня не должно быть чисто. Я делала торт, я делала своей тете, у нее был день рождения. Это я делала тоже торт, это футбольное поле. Ты это делаешь на своей кухне? Да, я делаю на своей кухне. Ну, честно, я бы не хотела своему ребенку на день рождения заказывать торт в такой кухне, ну, без обид. То, что вы увидели на кухне, я делаю на дому девочкам маникюр-педикюр. Там же на кухне? Ну, это у меня тоже занимает немало времени. Покажи мне, пожалуйста, свой маникюр. Ну, ему уже как бы около четырех недель. Господи мой, я вообще, как бы мастер маникюра-педикюра, показала ногти, о боже мой, бля. Ты что им этими пальцами в жопе ковырялась, бля, они там застряли, ты вызывала МЧС, бля, чтобы они их туда вытащили. О боже мой. Ужасные ногти. Длинные, поломанные, с облезлым лаком. На десять пальцев только утром остался лак. Неухоженные руки, неухоженные женщины. Приготовили бы вы еду сначала, до часу ночи, потом я посмотрела бы на вас, делали бы вы ногти или нет. Можно же там хотя бы как-то привела его в порядок? В ближайшую неделю у меня не было времени. Можно же сказать о том, что... Девчонки, ну я, короче, разленилась, и все. Ну, впадлы бы, ну любые больше готовить. Не выдумывать нам за систему манситори. Не выдумывать нам за то, что ты прилежная хозяйка. Ну зачем ты нас обманываешь? Ну что я могу сказать, как бы, ну, в каждой из нас есть изъяны. Ой, Людка, у нас врунишка. Ну там вот сложила образ, в интернете вычитала, что вот так вот было бы неплохо сказать за себя. Но по факту, она обычная скучная мама, еще и зачуханка, как оказалось. Тогда получается, что ты не хранительница домашнего очага, а просто ты любишь готовить и не любишь за собой убирать. Я это так воспринимаю. Воспринимай как хочешь, но как бы я не могу тебе... Ну я буду п***ть дальше. Ты сейчас просто выйдешь нахрен с моей квартиры и все. Второй раз, п***ть, Люд. Ну давай третий раз еще. Потому что меня это же просто начинает раздражать. Что ни слова, блин, так, блин, этот, грабли в огород. Ты так же сама делаешь. Она не воспринимает критику. Для нее это типа удар ниже пояса, когда говорят действительно то, как есть. Ну все в принципе понятно. Она же сама такая, блюд унижает. Только здесь по делу ей говорят, ну жестко. А она просто по факту всех остальных хейтит, чтобы хотя бы казаться на их пони, что не все так у меня плохо в жизни. Покажи нам что-нибудь тут. Это наша гардеробная. Моя с мужем здесь только непосредственно наши с ним вещи. Давай, вау! Ну это вот одно из моих нарядных, вот. Это нарядная? Если бы мы были времена... Блядь, боже, какой ужас. Это наряд, блядь, там пятно прям по центру или мне кажется? Почему оно как из жопы? Ниссанса, то Людка была топ-моделью. Но, п***ть, времена. А ну грязно или что? Да, пятно. Ну это еще, когда мамгалу кормили немножко. Ну оно было жирным. Это у нее платье на выход? Блин, какой ужас. Но на пузе, то есть нестиранное, не глаженное, это лежало в гардеробе. И самое смешное, она вот в тех трениках домашних, в которых была, она в нижней осталась. То есть она надевает что-то красивое, но при этом не хочет быть красивой. Да. Ну вообще гардероб достаточно тусклый. Да, домашняя кофта. Свитер. Явно мода 90-х. Боже, цей свитер. Это был тихий ужас. Бабушка. Ну он тебе старит, ну куда, ну тебе лет 50 в нем. Не может молодая девчонка так выглядеть. Так она на 21 и не выглядит. Это выходной платье твое? Это... Напоминаю, ей 21 год, 21. Блядь, че, да уже 30-ка, скоро будет. Блядь, твою. Смотри, здесь написано на сносях. Это одежда для беременных. Я покупала еще, когда была Ангелина беременна. Ты сейчас носишь одежду для беременна? Хорошо. Мне просто цвет нравится, как и все. Тебе 21 год, блин, я в 21 год, шмотки, мотки. Ты шо, мне так хотелось выряжаться ярко, красиво. Ну мне не сильно хочется. Почему? Ну у меня нету такого желания прям, чтобы вот так вот разодеться, блин, и пойти, че не голо. Мое тело это храм моего мужа. И мне... Эти, блядь, наряды не нужны, которые... Мое тело храм моего мужа. Откуда у меня такие, блядь, слова и мысли в голове берутся? Что там в голове происходит? Блядь, одеты на девочку. Вообще, как, блядь, кинотрассе. Ты не стесняешься встать на весы? Стесняются. Сейчас я стесняюсь, и я вздешиваться с вами не буду. Да, переступи ты себя уже, Люд. Надо работать над собой. Я благородная, благородная мразь. Я хотела, чтобы она увидела реальность. Хватит уже оправдывать себя в таком виде, в котором она есть сейчас. Она успеет побыть ей там в 70-80 лет, и то не желательно. Не сможет она побыть в таком виде. Ожирение даст о себе знать, и до 70-80 лет с ожирением практически нереально дожить. Шансы очень малые. До 50-60, да, как-то доживет. Дальше. Ну хорошо, я скажу, блядь, сразу. 90 килограмм, все. И потом вы попадете на новый проект, я вешу 300 килограмм, который выходит у меня на лайф-канале. И там уже новый выпуск, ссылочка в описании. С уданными аппетитами это вполне возможно. Ну это почти как мы, если взять меня и Илону, или меня и Таню, получается такой вес. Может быть, выглядело со стороны так, что мы ее там унижали и издевались над ней. Ну нет, ей нужно было такой пинок под сраку, чтобы она что-то начала с собой делать. Давайте так, она придет в детский сад. Придут мамочки, вот такие, как я, там, как Илона, как Маргарита, худенькие. Как ты будешь себя чувствовать? Будет ли твой ребенок тебя стесняться? Ты об этом думала? Либо знаешь, как в школе будут говорить твоей дочке о том, что у тебя мама толстая. Конечно, когда Люда заплакала, мне стало стыдно. Я не хотела ее доводить до слез ни в коем случае. Ну вы такие темы задели, я понимаю где-то. Ну типа, хотя мне эту Людку вообще не жалко. Честно, вот как себя ведет с людьми, такое себе отношение не получает. Ладно, если бы она хоть нормальным человеком была, я бы сказал бы, некрасиво поступаете. А так, знаете, вот что несешь в мир, то и получай себе взамен. Несешь-то все говно, так тебе это говно обратно и отдают. Все закономерно. Дело не в том, что как я выгляжу. Меня мама в свое время повела в первый класс. Мне все говорили, почему у тебя мама такая толстая, не такие, как у нас. Мне было очень сильно обидно. В 11 классе как... А у него мама такая же была. Ну, вот, ребята, вам и вся, как бы, логика. Мама ради меня бы хотела, чтобы быть со мной в фотографии идеально. Я очень сильно плакала, когда читала стих на последнем звонке своим родителям. Ну так, а почему ты такой не хочешь стать? Ты вот видишь, у тебя есть травма детства. Ты понимаешь, что ребенка так же будут дразнить? Когда я начала плакать и рассказывать, мне не было жалко. Мне никого не жалко. Мне и себя не жалко. Я к тому, что мы сами виноваты в наших проблемах. Я очень сильно хочу поменяться, но в данный момент мне это очень... Как бы, понимаете, и хочется и дюрунчики, и борщ такой прям наваристый. Хочется аваритички, так. Очень сложно дается, потому что в моей семье ни... нету поддержки. Ого, понеслась. Когда я уже скинула около 7 кг, он мне сказал, что я в тебе изменения вообще не заметила. Я уходила в туалет и сидела просто плакала. Человек, люди, похоже, весь час будет винный. Если он просит ее скинули, женщина начинает ображаться за то, что он не любит ее так, как она. Она визничает всех виноватых. Если он скажет, что его все влаштовывает, получает извинение в том, что он ее не подштовхивает до скинули. Если скинули, чтобы вас кто-то за это похвалил, так вы далеко не поймете. Пока сама не пойму. Что вы делаете, вы должны делать для себя, а не для человека, мамы или еще кого-то. Вот поэтому это так окей работает. Это вот каждый раз одно и то же долбычат. Не важно, что. В первую очередь для себя. Ты должен понимать, нахрен оно тебе нужно. И мне хотелось бы, знаешь, так вот тактично простимулировать тебя, чтобы ты вот занималась собой. Держи. Резинки? Раз в зал ты не хочешь идти, значит я тебе подарю фитнес-резинки. Нужно и дома заниматься. Я про них слышала в интернете. Очень сильно хотела их купить. Так, давайте. Коленочки в сторону. Раз и вверх встали. Спинку держим. Все, пожалуйста, тебе 15-20 приседаний. Все горит и целлюлит уходит оттуда. Ух ты. Давай. Хорошая мама-блогерша, молодец. Она вот все-таки пытается. Ножки на ширине плеч. Во. Поехали. Во. Да. Молодец. Все ты умеешь. Все ты умеешь. Мамся, давай вперед. Молодец. Это корячка мне нравится. Девчонки, честно говоря, мы уже чуть-чуть подзаболтались. Мне пора срочно бежать домой. Вы простите, мне опять нужно подменить мужа и оставаться с малыми. Все, спасибо, пока. А с мужем поговорить. Мы уже привыкли, что она мать троих детей, у нее там привилегии. Ну, ушла она и ушла. Давайте пойдем пить чай с тортом. После таких выснажливых занять, самый час подкрепить себя. А теперь тортик. Ну что, девочки, давайте вы попробуете торт. Я в него вложила не только свою душу, но и положила побольше сметаны, потому что он непосредственно готовится со сметаной. Сметаник был вкусный. Здравствуйте. Девочки, пришел мой муж. Мой любимый, с бутылкой. Ты мой, блин, аватар. Вот ты садись, знакомься с девочками, а я пойду тебе накрою на стол. Блин, видно, насколько это все постановочно сказано. Типа, знаете, как будто думает, так, я должна сказать тебе речь какую-то. Когда мы начали жить с моим мужем, мне моя бабушка сказала, что ты должна в первую очередь мужа встречать накрытым столом. Спасибо большое. Здрасте, Рома меня зовут. Очень сильно хотелось мне с мужем познакомиться, посмотреть ему в глаза и понять, как так он довел это все до такой ситуации. Ну, рассказывай, Рома, чем жена занимается? Для кого это все выготавливает? Это тебе? Конечно. Жена, домохозяйка, очень хорошая, любимая. Тебя все устраивает? Абсолютно. Ну, мы видим, что она запустила себя. Она несколько раз худела. Ну, ты ее затроллил и сказал, нахрена она тебе надо? Почему ты ее не поддерживаешь? Просто в связи с тем, что она кормит грудью, она не может. Сейчас толком нормально. Что тебе сказали? Я же похудела как-то на 25 килограмм. А, кормила грудью. Кормила грудью за полгода. Постоянно. Постоянно полгода я сбросила 25 килограмм. А может человек похудеть, когда он кормит грудью? Может. При желании, конечно. Ты сейчас с фитнес-тренерами общаешься, и мы тебе говорим, что можно. Ну, давайте, спортсменки мне расскажите, напишите. Бланк мне составьте, пожалуйста. Блядь, тоже такой же, как и она. Реально, два сапога пара. Все, так же теперь пошел в атаку. Почему ты так агрессивно реагируешь? Я не агрессивно. Не нападает. Мне просто интересно. Боже, два сапога пара. Вот что она, что он. Вот я даже теперь как бы не удивлен. Абсолютно неприятен был. Он зашел нападать. Пришел защищать свою стратегию. Сейчас, бля, я с бабами поборюсь, бля. А ну, иди сюда, кучерявая. Ему-то это выгодно, ему это удобно, комфортно. Три года вместе. Это же мы строим не за один день. Внешний вид тебя и устраивает? Да. Как тебя устраивает Людочка в сексе? Ну, извини, что такой вот прям интимный вопрос. Спасибо, это вас не должно интересовать. Комасу, что решила повторить? Мы занимаемся сексом при выключенном свете. Потому что мне кажется, что он меня стесняется просто. И он не хочет видеть. Ты как минимум сама себя стесняешься, а не он тебя стесняется. Говори правильно. Меня на самом деле это очень сильно обижает. А вот вы в люди выходите, кто-то делает там замечания? Или там тебе друзья твои же говорят, что у тебя жила в лишнем весе. Никогда такого не было? Нет. Он стесняется со мной даже выйти к друзьям. Потому что его друзья говорили, мы не хотим, чтобы ты с ней выходил. Когда мы попросили его друга, чтобы он стал крестным, он сказал, что я не хочу выглядеть на фотографиях, типа ужасно, рядом с твоей женой. Мне это стало до такой степени приятно, что я просто всем сказал, если я вам не нравлюсь... Мне кажется, ты немного лукавишь, потому что я смотрела ваши фотографии, когда ты познакомился с Людой, и она была намного худей. Она очень-очень красивая девочка. Да ему просто удобно, что она сидит дома, что на нее никто вот это не взглянет, и поэтому ее и стебют еще. А Танке 30 лет. О-о-о! Практически ровесница моя. Интересно, где вы познакомились, за что ты полюбил Людочку? А в интернете мы познакомились. А-а-а! Да ладно! Ну а почему? На секс-сайте, нет? Ну конечно же нет, она еще маленькая, чтобы на таких знаком улазить. Ага, ну то есть, когда ты вообще юная-юная была, правильно, 18 тебе двоих используется. Ром, вот Люда нам сказала, что ты ее не поддерживаешь. Помнишь, что ты мне сказала, что я в тебе не уверен, что ты скинешь... Я тебе такого не говорил. Да ты что? Ну мы начали как-то кушать хорошо с тобой, плотненько. И с этим я и сделал такой вывод. Плотненько мы, по-моему, начали кушать еще в 2016. О-о-о, я тебе и говорю. Как вот начали... Мы уже так давненько, в общем-то, идем к цели. Вместе так и расслабились, как говорится. То бишь, получать скульт еды у вас, правильно? Все из-за еды. Я не спорю вообще, такими порциями тут слон наестся. Она всегда так вкусно готовит? Ну, когда мы с ним только познакомились, он меня познакомил со своей бабушкой, она сказала, чтобы он был не голодный, у него должно быть там чуть ли не 10 блюд. Если ты так не будешь о нем заботиться, как мы заботились, то просто он от тебя уйдет. Да, конечно. Такой бред. Да. Какой бред. Я не хочу на это, че я могу? Ну, знаете, это такой тот момент, когда недостойные родители в плане воспитания, объяснения, воспитывают таких же людей, а они потом воспитывают таких же детей своих. Ну, и, короче, это порочный круг. Говори. Люд, давай, это твой шанс. Сейчас над собой... Говори сам. Если только человек сам не захочет понять и разобраться. А что случилось? Я ей просто ничего не... У меня была свекровь 3 года назад. Она умерла. И... И что? Из-за того, что она худела, сделала один зеленый таблеток. А после этой ситуации... Она умерла от похудения? Ты уверена в этом? Что именно от этого? Рома и его бабушка сказали, типа, ну, насрать. Все, типа, какая ты пушь после рода? В такой мы тебя принимаем. Все, типа, живи, радуйся. После этого мне Рома сказал, что я не хочу, чтобы ты до возраста, когда умерла моя мама, чтобы ты тоже так умерла. Так ты умрешь раньше из-за того, что ты вот так себя загоняешь. Отожарение, да? Люда. Так. Ребята, ну, из крайности в крайность. Ну, что это такое-то? Я не пойму. А то, Рома, то мне твоя бабушка б**дал ты человек раз. Типа, ты хочешь, как Коля? Ты хочешь, как Коля, умереть? Ты хочешь сейчас так начать свою жизнь и закончить? Все виноваты, все, Димон, все. Результаты. Винні усі, але тільки не люди. Девчина звикла перекладать на інших відповідальність за свої успіхи. Мне ее не жалко, честно, не тот вариант. Ей варто визнати проблему, перестати шукати винних и нарешті почати щось робити для досягнення бажаного. Не, ну, мы-то это прекрасно. Я-то это знаю, что такая ситуация была у моей мамы, но что люди это так задевает, я этого не знал. Все будет хорошо, солнышко. Не расстроюйся. Все будет хорошо, пожалуйста. Люд, собралась? Собралась? И не слушаешь никаких бабушек, никто никого умирать не будет. Ты умрешь, если ты не пойдешь к врачу, если ты не будешь правильно питаться, если ты не будешь заниматься физическим спортом. Дай ей пинка под зад, но ты мужчина, она от тебя возбуждается, ты ее, значит, получается мотиватор, а ты ей говоришь, у тебя не получится. Получается из-за еды. Так скажи, Люда, кидаем все отсюда, и все, завтра вари. Ты же любишь в интернете все, учишься, все. Вари все по новой, давай. Мне от тебя нужна поддержка не только в готовке, но и в других моих начинаниях. Хорошо, зая. Если он осознает, что он не прав, у них все получится. Им оба, обоим нужно осознать, не только ему, но и ей. Что у него, что у нее тараканы такие в голове, что, блин, ну его нахрен. Нет, ну, я сочувствую им. Людочка будет еще толще, 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 толще. Еще несчастный, несчастный, несчастный. Чи насправді корень усіх людинных проблем у них стосунках и с чоловиком? О, сейчас Карпачов ставит по самому памятуру. Розбратися в цьому ей допоможе Дмитро Карпачово. Здравствуйте. Вітаю, прошу. Слушайте, вы насправді вважаете, что наиболее для человека это его нагодовать? Ну, в моей семье это так. Боже, или я так прическу сделала, либо она еще шире стала. Моего мужа, бабушка, она мне вбила в голову еще 4 года назад, что у него должна быть еда, он должен прийти поесть. Постоянно должна быть еда, и все, ну вот. Ну, дивіться, якщо ми говоримо про задоволення фізиологічних потреб, то окрім поїсти, є ще така дуже важлива потреба. Секс? Це секс. А, нет, это необязательно. Бабушка не говорила воно про те, что он має бути завжди задоволений. Для нее эта тема вообще как бы вот в стороне. Може, вы перепитаете своего человека, слушай, а тебе еще краще, або я тебе нагодувала, або мы разом проведемо час? Ему... Он позвонит к своей бабушке и спросит, а как ты считаешь? Короче, два сапога пара, я же вврю, он позвонит к своей бабушке и спросит, взрослый мужик позвонит к своей бабушке и спросит, господи, два больных человека нашли друг друга, слава тебе, господи, что хоть больных-больных находят друг к другу вот так вот. И как, по чому, спокойно, бабушка вся знает. Он может просто даже вот, если ему не понравится еда, которую я ему приготовлю, встать и пойти к бабушке и поесть у нее спокойно. Поэтому Димон... Вас влаштовывает такой ставлен до себя, до хатного персонала? У меня больше, ну вот, когда мы с ним начали только жить вместе четыре года назад, он ко мне относился как к девушке, как к женщине. Когда он добился того момента, что вот, она живет со мной, мне больше ничего не надо добиваться, он просто начал относиться ко мне как к рабине какой-то. Вот ты стираешь, убираешь, готовишь, меня родила ребенка, потому что ты меня замуж. Все. Дивите, чему вы дозволили таке ставление до себе? Может, скорее всего, потому что привыкла, может, к этому, или... Ну, вообще, меня родители так воспитали, что у папы говорил, что если мужчина вот кулаком по столу стукнул, ты должна делать так, как он сказал, и все. Вред. Вам заподобается? Мне нет. Как вы тогда пытаетесь что-то изменить? А зачем? Что менять? Ну, с ним разговаривать, знаете, вот как со стенкой. Я ему каждый раз читаю мораль. В итоге, бабушка ему поклевала над головой, типа, ты должен делать так, как я тебя учила, все. Мы возвращаемся обратно к тому, от чего мы уходили. Вы, на мой взгляд, полностью заложите от своего человека. Морально, психологично, финансово. Не хватает еще, чтобы он вас на цепок посадил. Ну, похоже, просто закрыл четырех стен, и все. Видите, вы же это понимаете. И сколько вы еще будете сидеть в этих стенах? Ну, вообще не хотелось бы, как бы, вот. Психично здоровая человек не хочет этого. Ну, просто вот каждый раз, когда ему говоришь, что хочу там пойти погулять, или там просто пройтись, даже там с друзьями, он говорит, что у тебя есть ребенок, у тебя есть муж, пошлите погулять втроем. Вы маете понимаете, что вы доросла, действительная человек. И вы маете право не прислушаться к тех порад, которые вам не подобаются. Вы маете право, чтобы вашу думку поважали. С ней могут быть не согласны, но ставиться к ней с повагой, вы на это заслуживаете. Вы на начале своего жизни и вы должны начать все поменять, потому что потом будет сложнее. А еще через некоторый час невозможно. Что он, что она. И если вы не хотите это делать для себя, сделайте это для своей дочки. Або она видела на вашем собственном примере, что женщина может быть счастливой, реализованной, не зависит на бабусь. Домовились? Да. Хорошо. На все добре. Надеемся, люди вдасться изменить свое життя на лучшее. А вот что она уже не может исправить? Это оценки от конкурентов. Людочкина. На кухне тихий ужас она не убирает. Но она готовит. Пусть это там в жару. Но готовит, она старается. Пятерка ей. Уже станет детей, оставим ноль. Ей не хочется заниматься ребенком. Она загуглила, она посмотрела методика Монте-Сори не делает отлично мне подходит. За самореализацию я ставлю Люде 4 балла. Потому что как она реализуется, все что она делает, это все делается достаточно безумно. Ну то есть мама блогерша и вот эта вот мама они вообще не занижают. Даже временами ставят мне кажется немножко выше даже оценку от реальности. Те двое что Люда что Илона просто а одна лучше другой по-своему. У наступной программе Матуси побывает у мамы трех принцес Марго. Они ужинают йогуртом или кефиром. Они морят голодом. Мозги можно беречь, а не фигуру. Но чем занимается мама когда ее принцесс засинают? У нее все глаза шире и появились. Соски все твердеют твердеют. Все уже веночий алкоголизм. Побухать любит. Ну тогда я уже понял кто в общем-то станет супермамой. Мама блогерша. Я так что-то подумал. Думал что может все-таки эта мама реально будет весело там будет примерно такая трое детей. Хрен там будет весело на финал. Ребята ну вот такая вот как вам такая мама Люда? Готовы брать пример? Вам понравилось? Поэтому берите списывайте в общем-то берите пример с нее и будет у вас счастье. С радостью прочитаю ваше мнение в комментариях. Переходите на мой лайв канал Чен ТВ Лайв это другой канал. Это не этот канал на котором вы сейчас смотрите. На моем лайв канале выходят выпуски уже вышли я вешу 300 килограмм. как советует бабушка. Увидимся в новом выпуске будем подводить итоги. Всем пока.